Здарова, народ! Меня часто спрашивают о том, какие гличи, баги, как я вообще к этому отношусь, буду ли делать какие-то обзоры на эту тему. Нет, не буду никаких гличей и багов. Я вам в этом видеоролике расскажу, за какие гличи и баги вас могут забанить. Показывать я их в целях безопасности, конечно же, не буду. Я про них просто знаю с Reddit, с других ютубов и так далее, и так далее. И это подборка самых-самых опасных гличей и багов, за которые вы можете улететь в бан с обнулением аккаунта на 30 дней. У микрофона Готика, Сократ, погнали! Безусловно, хочу упомянуть наших спонсоров. Хантер, Стэнли Магуайр, Малиновая Вафелька, Гай Фокс, Василий Дикий, Микет, Иван Некст 64 Рус, Руслан Винчестер, ну и, конечно же, Алексей Котов и Вовка СПБ. Спасибо большое, что поддерживаете наш канал, спонсорской подпиской второго и выше уровня. Спасибо! Ребят, безусловно, стоит начать с глича на деньги. Как-никак, это самые основные гличи, которые пользуются успехом. К сожалению, за них банят, и банят очень сурово. Объясню, как это работает. Есть Мадам Назар и ее предметы, которые вы собираете, коллекционные предметы. Есть предметы, которые багуются, и вы можете собирать их бесконечно. Существует два способа сбора этих предметов. Первый, вы вышли из сессии, зашли по новой, и предмет оказался абсолютно на том же месте. Работает это возле Валентайна. Поэтому, если вы собрали коллекционный предмет возле Валентайна, прыгнули на другую сессию, он оказался там, не подбирайте его, потому что у вас будет соблазок, безусловно, это делать постоянно. После того, как вы наберете максимальное количество предметов в инвентаре, вы их продадите, и опять таким образом начнете зарабатывать деньги. Второй способ, это на берегу искать на лодке старинный алкоголь. Вот на старинном алкоголе вы также можете поплатиться своим аккаунтом, так как он спаунится бесконечно. Проблема в том, что вы будете зарабатывать очень быстро. То есть вы собрали максимальное количество, подошли к Мадам Назар, все это продали. Вы это все продали, деньги получили у Мадам Назар, в течение двух-трех часов можно получить большую сумму. Для тех, кто не в курсе, есть такой момент, насколько вы помните, связанный с пумами. Когда их спаунили в бесконечном количестве, был баг на пумы, и их продавали в магазин торговцу. За это люди поплатились аккаунтами. Вспомните эту ситуацию. Это новые гличи, связанные с Мадам Назар, но, к сожалению, они вышли после недавнего обновления. Так же, как и то, что если на вас напали, у вас украли тележку, так же, как было сейчас с тележкой. На вас напали, украли тележку. Вам не надо жать Alt F4, вам можно просто ничего не делать, дождаться окончания миссии, а товары у вас останутся. Припасы у Крипса останутся. И люди начали этим пользоваться. Они нападают друг другу на телеги для того, чтобы пополнить это все материалами. Вспомните историю с пумами и не удивляйтесь, когда ваш аккаунт улетит в бан. Самый неприятный глич и баг, это на бесконечные тоники. Работает он следующим образом. Когда вы выпиваете тоник, у вас идет анимация. Если во время выпитого тоника вы, допустим, запрыгиваете на какое-то препятствие или прыгаете с крыши, прыгаете на лошади или еще что-то. То есть у вас не проигрывается эта анимация. Вы выпиваете тоник, буст идет, а сам тоник не уходит. Третий уровень тоника достаточно тяжело делать. Нужны травы и вы его можете только крафтить. Поэтому люди пренебрегают этим и начинают пить тоники. И баны за такие действия уже есть. Это уже реальные случаи. Поэтому будьте осторожны. Если вы по незнанию своему выпили тоник, то безусловно, один-два раза это, я думаю, даже никто и не поймет. Но если вы по КД их фармите, тоники, я имею в виду, пьете, то будьте внимательны. Опять же, я говорю, использование багов игры в Rockstar не дает вам гарантии того, что вас не забанят. Сами Rockstar при соглашении пользоваться иском соглашения, когда вы его подписываете, так сказать, виртуально. Вы указываете, что не используете слабости игры и уязвимости игры. А это гличи и баги этой уязвимости и баги игры. При их использовании вас забанят. Вас, кстати, могут забанить, даже если не вы используете гличи и баги. У вас открытый отряд, вы создали лагерь, ушли заниматься своими делами. Ваш отряд кто-то подсоединился, прыгнул к вам в сессию, прыгнул к вам в лагерь и нафармил крипсу целую кучу туши. После чего вышел в офлайн. У вас полные материалы, вам кто-то нафармил. Вроде бы звучит здорово, но столько подстав с этим и аккаунты очень быстро улетают в бан. Поэтому на данный момент есть единственная возможность обезопасить. Это впускать в свой отряд только проверенных лиц и держать свои отряды закрытыми. Кстати, небольшой лайфхак для тех, кого преследуют какие-то вонючки все время по серверам и так далее. Если у вас открытый отряд, и в этот открытый отряд кто-то вошел, а после чего из него вышел, вы сохранены у него как в недавних персонажах. И за вами можно прыгать по сессиям. Сколько бы вы ни находились в игре или вне игры, пока вы есть у него в недавних, он может к вам прыгать. Это, кстати, такой один из забавных моментов. Я бы не сказал, что это глич или баг, но тем не менее, имейте в виду. Гличи на создание соло-сессии. На моем канале есть целая куча роликов по поводу создания одиночной сессии. Я думаю, что глич — это прям крутое название для этого. На самом деле, это, скорее всего, механика игры. Так как вы, допустим, меняете внешний вид персонажа, или, допустим, запускаете легендарного преступника, после чего вы оказываетесь в одиночной сессии. Это, я думаю, что идет механика самой игры, которая подразумевает в создании абсолютно пустой сессии, так как вы делаете легендарных преступников. Если, допустим, вы бы делали их в общей сессии, то это было бы совершенно глупо. Поэтому я не считаю, что это глич и баг, но тем не менее, крутые названия глич на создание соло-сессии присутствуют. Их вы можете не бояться. Скорее всего, это просто кликбейтное название. Но создание одиночной сессии не карается баном. По крайней мере, в GTA Online это 100% информация. Там гораздо проще сделать этого, добиться. Самый важный момент. Глич на опыт. Глич на опыт, безусловно, я имею в виду опыт легендарный, это когда вы ждете перед тем, как сдать легендарных преступников. Вы ждете там 20-30 минут. Опыт растет со временем. И очень много вопросов, а могут ли за это забанить. Вы, по сути, в сессии стоите в АФК режиме. Вы ничего не делаете. Да, вы можете собирать тушки в свои тележки и так далее. Но является ли это гличем? Нет. Это механика игры. По сути дела, вы, допустим, догоняете легендарного преступника. Или вам слишком сложно. Вы игрок, который только-только новичок. И игра рассчитана на то, чтобы был затянутый игровой процесс. И если вы долго ищете преступника, безусловно, она вас на это вознаграждает. Есть даже ежедневные делики сдать преступника через 5 минут после начала миссии. Поэтому легендарные преступники ожидаются 20 минут времени для того, чтобы получить максимальный буст опыта и денег. Является ли это гличем? Нет. Это механика игры. А вот гличные, бесконечные, повторюсь еще раз, карты от Мадам Назар, да, карты Таро, украшения и так далее, так далее. Когда они спаунятся в бесконечных количествах, а спаунятся они как? Вы нашли карту Таро в гличеваном месте возле Валентайна, возле Ванхорна, возле Рикстейшена. Отошли на минуту геймплейного времени. То есть вы, точнее на минуту реального времени, вы отбежали от этого места. Возвращайтесь обратно и эта же карта находится абсолютно там же. Вы можете брать дублирующие предметы, они у вас остаются в инвентаре. После чего вы бежите к Мадам Назар и сдаете их. Я не пропагандирую этот способ глича, потому что вас за это забанят. Этот весь ролик, весь посыл этого ролика на то, чтобы вы это не использовали. Есть целая куча бесплатных способов заработка, так сказать, в игре, внутриигровой валюты. Посмотрите другие ролики на моем канале. Заходите в наш Дискорд обязательно. Мы вам расскажем, как легко зарабатывать деньги и голду, не используя гличи и все подобные механики. Посмотрите мои предыдущие ролики по заработку и вы все поймете. Реального способа заработка денег. Да и причем, представьте, вы даже заработали все деньги. Напишите в комментариях, много ли из вас людей, ребят, которые заработали целой кучи денег, золота и так далее, которые до сих пор еще не упал интерес к игре. Или вы все-таки уже потихонечку начинаете подыскивать себе другую игру в ожидании добавления нового контента от Rockstar. А Rockstar добавляет нам 2-3 обновления в год. И, соответственно, поэтому, если вы только начали играть, не ищите легких путей заработка. Легкие пути всегда, как говорится, бесплатный сыр только в мышеловке. Поэтому будьте бдительны. Важный момент это читеры, которые спаунят сундуки, похожие на сундуки с сокровищами. Вы к ним подходите, вскрываете его и у вас там немеряное количество денег и золота. Или люди к вам подходят и говорят, эх, слышь, хочешь золото? И кидают тебе сундук. За это вас забанят 100%, 1000%. Если вы вдруг попались на этом, подобрали сундук, а из него выпало больше, чем 2-3 золотых слитка, про которых вы даже и не знали, у вас даже не было карты сокровищ. По сути дела, сундуки с карты сокровищ появляются только в момент активации карты сокровища, когда она у вас на карте появляется, как квест. И если вы это взяли, и по каким-то причинам вы не знаете, что делать, обратитесь в Rockstar Support, как сделали участники нашего дискорда, по моему наставлению. Написали жалобу и в обновлении с них списали эту сумму, которую читер нафармил в этом сундуке. Будьте внимательны, берегите свои аккаунты, ведь, по сути дела, купив игру, а потом где-то, может быть, на фанпэй или еще где-то вы оплатите еще раз чей-то аккаунт неизвестный купить, и вас опять же могут забанить. Берегите игру, делайте так, чтобы интерес к игре так быстро не затухал, проходите миссии, но ни в коем случае не используйте гличи и баги. Все основные гличи и баги я вам рассказал на опыт, на деньги, на тоники. А, бесконечный боезапас, чуть не забыл, да. Глич на бесконечный боезапас, самый важный момент. Он не работает со стрелами разрывными и не работает с разрывным оружием и так далее. Для того, чтобы работал этот глич, вам надо использовать карту на короткой дистанции и быть верхом на коне, при этом, используя оптику. Когда вы это будете все использовать, ваши патроны не будут расходоваться. Будет идти значок о том, что идет расход патронов, но на самом деле в инвентаре они будут по полной. Когда всего достигнет по нулям, у вас обновится эта полоска и будет заново работать. Этот глич я узнал на реддите. Сам я его ни в коем случае не проверял, вообще ни одного глича здесь не проверял. Я смотрел это ролики на ютубе и с комментариев с реддита, за что банят. И с фочана, соответственно, за что банят, за что прилетают баны. Ну а на этом у нас все. С вами была Готика, Сократ. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео. Я буду стараться выпускать для вас интересные информативные ролики и гайды. Новости недели, модные приговоры и многое-многое другое. Продолжение следует...